Привет всем, меня зовут Никита, CEO компании Kibibrain. Сегодня второй выпуск мифы про атрибуцию и мы обсудим для кого дата древен атрибуция подходит, кому она скорее не принесет должного результата и деньги будут потрачены впустую, а также обсудим вопросы, которые вы нам адресовали ранее. Давайте приступим. Давайте обратим внимание на график слева. Здесь вы увидите, как много конверсионных цепочек, в которых участвовали медийные источники. И вот здесь первый момент, на который хочу обратить внимание. Для клиентов, у кого есть охватные инструменты, медийные инструменты, дата древен атрибуция является практически мастхэв. Почему? Потому что с медийными компаниями есть одна очень интересная фишка. В отличие от перформанса, мы много данных не видим и они находятся в других системах, которые не являются нативными для пользователя. О чем именно я говорю? Если мы все с вами привыкли смотреть данные об эффективности рекламных компаний, чаще всего в Google Analytics, в Яндекс.Метрике, то там увидеть реальную эффективность медийных компаний нельзя. Потому что, когда вы заходите на сайт, счетчик начинает работать именно с этого момента. Он ничего не знает о том, что вы делали в сети до того, как зашли на сайт. А основной объем эффективности медийных компаний – это именно показы. Если мы берем бетчмарк, который сейчас есть, то в среднем кликабельность медийных объявлений составляет 0,8%. А это значит, что 99% данных о показах вы не видите и веб-счетчик их не содержит. А, соответственно, и нет понимания, как реклама компания повлияла на пользователя. Опять же, чаще всего в счетчиках Google Analytics, Яндекс.Метрике эффективность смотрится по последнему касанию. А мы понимаем, что если у нас есть медийные компании, которые предшествовали тому, чтобы пользователь вообще на сайт зашел и чаще всего вообще знакомит пользователя с тем, что есть такой товар, такая компания, понятно, что их эффективность учитываться в цепочке физически не может. Поэтому я вам сегодня буду примеры показывать именно на медийных компаниях, но нужно понимать, что они ровно так же применимы и для перформанс-источников. Ну и, собственно, мы поговорим с вами о том, какие комбинации условий делают дата-атрибуцию для клиентов выгодной, а в каких нет. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас 39,68% конверсий стартовали, цепочек, цепочек, стартовали именно с медийных источников, что, собственно говоря, нормально здесь клиент, который мы обезличили, много использует медийных инструментов наравне с перформанс-компаниями. Поэтому у него такой существенный объем, приходится знакомство пользователей именно с медийных источников. И вот в 6% случаях медийные компании были внутри цепочки, то есть они там занимали вторую, третью, любую позицию, но не первую и не последнюю. Что мы здесь видим дополнительно? Что с момента, когда пользователя мы впервые увидели, это его первый показ, первый клик, первая сессия, до момента, когда он совершил конверсию, если медийный инструмент участвовал в этой цепочке, проходит 62 дня, 24 часа, то есть 63 дня. Если мы вообще в цепочке взаимодействия пользователя не видели медийных инструментов, то проходит 13 дней, 11 часов. Это так называемое окно атрибуции, либо время, которое необходимо пользователю, чтобы созреть для совершения покупки, звонка, любого действия, которое вы от него требуете. Здесь важно понимать, что это нормальное распределение, что у нас есть такая существенная разница в скорости принятия решений. Потому что понятно, что в одном случае, когда мы говорим про медийные инструменты, мы пользователя можем вообще только начинать мотивировать и знакомить, в другом случае он уже может прекрасно знать, что за товар вы продаете, что вы за компания, и ему надо на порядок меньше времени для того, чтобы принять свое решение. Что же нам эта информация дает понять? Эта информация нам дает понять, что есть клиенты, у которых товары длительного потребления, товары длительного выбора, к которым пользователи готовятся. Они готовятся, они сравнивают, они ищут информацию, они могут очень-очень много времени взаимодействовать. Вот здесь мы видим, что до совершения конверсии было 31 взаимодействие. Это и сессии, и показы рекламных кампаний, и клики по перформансу инструментов. Но, тем не менее, что мы видим ниже? Мы видим, что от 41 тысячи округлевых всех конверсий у нас львиная доля приходится на конверсии в одно рекламное касание. Но, здесь важно понимать, что это конкретные компании, в данном случае это вот набор 2, 1 и 4 компании, которые нам предоставляют такую сверхэффективность. Если их мы не будем обезличивать, то мы поймем, что это были брендовые компании, потому что клиент крайне известный, и у него много трафика идет по брендовым компаниям. Является ли для нас это примером того, что не нужно использовать дат-дривен атрибуции, потому что большая часть конверсий, которые у нас есть, происходит в одно касание. Нет, это специфика конкретно отдельно взятых компаний. Если мы, к примеру, здесь выделим медийные компании, которые у нас были, мы увидим, что у нас здесь уже цепочки становятся гораздо длиннее. То есть, мы здесь уже видим и показы, и клики, и сессии. То есть, у нас здесь цепочки начинают расти. Собственно говоря, почему и происходит перераспределение эффективности? Потому что у нас есть действительно набор компаний, их может быть много, и таких конверсий в общем объеме может быть много, которые могут совершиться в одно касание. Есть компании, которые в одно касание конверсии совершить не могут, и они дополняют путь пользователя. И вот здесь окно атрибуции нам тоже подсказывает, что есть пользователи, которые конвертируются быстро, есть пользователи, которые конвертируются долго. И поэтому принимать решение о том, что вам нужна или не нужна Data Driven модель только потому, что у вас есть какое-то существенное количество конверсий, которые происходят в один клик, нельзя. Нужно этот вопрос рассматривать через призму эффективности каждого отдельного источника, каждой отдельной компании. Давайте к этому, собственно говоря, и перейдем. Посмотрим это на примере. Я здесь сразу выделю, чтобы у нас с вами глаза не разбегались, источник DV360. Несмотря на то, что у нас его сейчас нет, он отлично нам поможет. Это обезличено данные реального клиента. Показать, как же происходит переизвестность и почему. Что мы здесь видим? Напомню, что DV360 CPM это видеоформаты, которые закупаются. Что такое Goals by L&D? Это модель атрибуции Last Non-Directed, стандартная модель атрибуции Google Analytics. Здесь мы ее сравниваем с моделью Shepley. Это модель, которая используется в инструменте Campaign Manager. И у нас также она реализована. Что же мы здесь видим? Почему у нас с вами такая колоссальная разница? То есть в одном случае мы видим 1670 конверсий было зафиксировано Google Analytics. Мы же в свою очередь утверждаем, что DV360 принес 4280 конверсий. А здесь мы возвращаемся к тому тезис, который я сказал в начале. Медийные компании в основном показывают свою эффективность именно на базе того объема показов, касаний, которые были совершены пользователями с этими форматами. То есть 99% данных это именно показы, которые Google Analytics физически в себя не забирает и не учитывает при распределении конверсий. Мы же в свою очередь имеем возможность объединить данные по показам с данными по кликам, с данными CRM, составить так называемую полную сквозную аналитику и показать, как на самом деле работает инструмент, если все эти данные сложить и посчитать. И здесь мы увидим следующий результат, что да, у нас произошел существенный перевод более чем в два раза по количеству конверсий и соответственно у нас также изменился ECPA. Здесь у клиента его цель 8500 рублей за обращение. Мы видим, что в первом случае, если бы мы принимали решение только на данные Google Analytics, мы бы этот источник начали перерабатывать, потому что 14000 рублей в мерке не 8500 рублей и такое превышение требовало бы внесения изменений в компанию. И мы бы навредили себе. С другой стороны, когда мы собрали все данные, применили древнюю модель, мы видим, что на самом деле этот источник нам принес конверсии за 5500 рублей. Это полностью укладывается в наши цели и позволяет нам еще больше нарастить объем бюджета, который мы в этот источник инвестируем. Давайте посмотрим на примере компании и убедимся в том, что нет такого оголтелого перевзвеса, то есть изменения количества конверсий, изменения ECPA ультимативно только потому, что это медийный источник. Вот у нас есть компания, которая занимает 10% всего нашего бюджета в этом источнике. И мы видим, что да, по данным Google Analytics, она очень дорогая и очень неэффективная, потому что стоимость одного звонка у нас здесь 57000 рублей. И даже при пересчете data-driven модель изменила результат и стала 44000, но это не 8500. И мы можем легко отказаться от этой компании, не задумываться, не пытаться ее соптимизировать, выделить эти 10% бюджета, эти 2,5 миллиона рублей и перенаправить их в более эффективные компании. Даже вот элементарно у нас есть компания, в которую было инвестировано полмиллиона рублей, она нам дает конверсии за, округлим, 3000 рублей. Мы можем даже, если нам емкость, естественно, позволяет увеличить ее, к примеру, в 2 раза, и даже если у нас будет линейная зависимость объема бюджета к CPA, наш CPA будет 6000 рублей, мы все равно укладываем все свои результаты, мы вот уже крайне легко и быстро смогли найти точки роста для себя. Здесь разберу еще один пример, для того, чтобы вы понимали, что нет, не всегда data-driven модель так перераспределяет эффективность и не нужно бояться ее использовать, если у вас есть, к примеру, медийный источник. Опять же, last known direct, стандартная модель атрибуции Google Analytics, вот у нас мы LCPM, было 3292 конверсии, стал 3260. Чуть меньше 10% роста, да, рост есть, но является ли он таким же критичным, как с 960? Нет, но тем не менее, в первом случае мы бы могли сказать, что компания нам показывает близкие к нужным нам значениям, но все еще она чуть-чуть дороговата. В другом случае мы понимаем, что она прекрасно работает, ее можно особо не трогать, она нам дает те результаты, которые мы от нее ожидали. Давайте теперь подведем итог, зарезюмируем. Первое. Если вы используете более чем три рекламных источника и при этом у вас еще есть, к примеру, медийные кампании, data-driven атрибуция для вас будет, скорее всего, крайне полезна. Если вы используете только перформанс-источники, скорее всего, и их более трех, скорее всего, data-driven атрибуцию вам попробовать стоит. Как минимум, это будет полезно для того, чтобы понять, а есть ли у вас какие-то существенные перезвесы по ряду источников, особенно если вы сможете посчитать атрибуцию до CRM, то есть до тех событий продаж, которые у вас там содержатся. Третий момент. Как вы видите, я вам показываю пример на больших бюджетах и в этом есть важность, потому что если у вас ежемесячный маркетинговый бюджет на digital не превышает 500 тысяч рублей, скорее всего, у вас не будет рентабельности в использовании data-driven модели. То есть, да, вы можете даже получить измененные цифры, они могут повлиять на ваш результат, но объем этого влияния и объем тех изменений, которые вы внесете, и потенциальный эффект, который вы в итоге получите, он, скорее всего, не перекроет те затраты, которые вы понесете на внедрение и использование модели. И, скорее всего, для вас будет эффективнее просто тот бюджет, который вы можете выделить на аналитику, на data-driven модели, использовать на увеличение вашего бюджета. Это не аксиома, но чаще всего оно так. Если ваш бюджет больше 500 тысяч рублей в месяц, крайне рекомендую попробовать, посмотреть, что получится. Скорее всего, тот результат, который вы на выходе увидите, он перекроет те инвестиции, которые вы понесете на внедрение и использование модели. И еще два важных момента. Если у вас товар спонтанного спроса, то есть он покупается крайне быстро, пользователю не нужно времени, чтобы думать, скорее всего, модель вам, опять же, не подойдет, потому что у вас цепочки будут очень короткими, пользователи очень быстро принимают решения, и у них не будет необходимости долго думать в принятии решения о покупке. Если у вас товар длительного потребления, то однозначно модель при вышепречисленных условиях будет для вас крайне-крайне полезна. Это не значит, что если у вас, например, e-commerce, у вас большая часть аудитории принимает решения быстро просто потому, что они вас знают, это не значит, что вам не нужно использовать data-driven модель. Я считаю, что попробуйте стоит. И последний, один из самых важных моментов, он будет являться очевидным, но на самом деле практика показала, что это не так. Вам нужно быть готовым вносить те изменения, которые вы увидите благодаря data-driven модели. А для этого вам, с одной стороны, нужно быть неограниченным в каких-то коммитах по площадкам, и вам нужно иметь руки в свободное время, чтобы эти изменения вносить, потому что с чем мы чаще всего сталкиваемся, даже клиенты очень большие, у которых несколько агентств, много сотрудников внутри, не всегда могут вносить оперативно те инсайты, которые они получают благодаря data-driven модели. И тут нужно понимать, что сама по себе модель, она не является панацеей. Она вам может показать, как работают ваши источники на самом деле, на большем объеме данных, чем, к примеру, может показать отдельный веб-счетчик. Но если вы не примените результаты, которые получили, вы не увидите ни увеличения объема продаж, ни увеличения выручки. Всю эту информацию вы можете также прочитать в нашей статье, которая будет прилагаться в ссылке в описании. А на этом все. Большое спасибо.